Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и наш сегодняшний ролик будет посвящен такому важному понятию физики и электротехники как электродвижущая сила. И начнем мы с нескольких простых опытов. В первом опыте цепь составлена из литий-ионного аккумулятора и лампы накаливания. Я нажимаю кнопку, цепь замкнулась, по ней течет электрический ток, он нагрел нить лампы и она начала светиться. Заменим аккумулятор на электромотор, который в этом опыте будет выполнять роль динамомашины, потому что он раскручивается от внешнего привода. И когда цепь замкнута, по ней идет электрический ток и лампочка светится. А в этом опыте используется термоэлектрический элемент, который снизу подогревается батареей свечей, а сверху охлаждается смесью воды со льдом. И вот по цепи течет электрический ток и лампочка снова ярко горит. Во всех трех опытах происходило преобразование разных видов энергии в электрическую энергию. В первом опыте преобразовывалась химическая энергия, во втором механическая, а в третьем тепловая. И очевидно, что все источники были устроены по-разному, но в этом ролике мы будем рассматривать общий принцип, который лежит в основе их работы. Чтобы источник поддерживал электрический ток во внешней цепи, внутри него должно постоянно происходить разделение зарядов разного знака. Для этого на электроны должна действовать некоторая сила, которую принято называть сторонней силой. Эта сила отделяет электроны от положительно заряженных ионов и направляет их во внешнюю цепь. Электроны проходят по цепи через нагрузку и возвращаются к источнику, притягиваемые все теми же положительными ионами. При этом источник отправляет в цепь все новые порции электронов. Алексей, я правильно понимаю, что вот эти сторонние силы, о которых ты сейчас рассказывал, это и есть электродвижущая сила? Я отвечу положительно – нет. Конечно, эти сторонние силы необходимы для того, чтобы разделить заряды в источнике. Но главное при этом, что эти силы совершают работу и сообщают энергию электронам. И электродвижущая сила как раз таки и характеризует эту сообщенную энергию. Итак, электродвижущей силой, а сокращенно ЭДС, называется работа, которую совершают сторонние силы при перемещении единичного заряда внутри источника от одного его полюса к другому. В системе Си работа А измеряется в джоулях, а заряд Ку в кулонах. Поэтому ЭДС измеряется в джоулях на кулон, и эта единица имеет специальное название – вольт. Так значит ЭДС – это напряжение? Ведь именно напряжение измеряется в вольтах? Да, конечно. ЭДС – это напряжение на источнике, когда он ни к чему не подключен. Я подключил к полюсам аккумулятора вольтметр, и он показывает 4,17 вольта. Это и есть ЭДС этого аккумулятора. А теперь я замыкаю цепь, по ней течет ток, лампочка горит, а показания вольтметра уменьшились до 4,02 вольта. И здесь для понимания будет очень полезная аналогия между электрическим контуром, по которому идет электрический ток, и гидравлическим контуром, по которому течет вода. Рассмотрим насос, установленный между двумя замкнутыми сосудами. Когда насос работает, часть воды перегоняется из одного сосуда в другой, и в результате давление в одном сосуде повышается, а в другом понижается. Возникающая разность давлений пытается проталкивать воду назад, но работающий насос этому препятствует. Когда разность давлений по обе стороны насоса достигнет предельного значения, перекачка прекратится, а насос будет поддерживать эту разность давлений своим усилием. Схожим образом ведут себя и наши источники электричества. Они перегоняют электроны с одного своего полюса на другой, так что полюс с их избытком заряжается отрицательно, а полюс с их недостатком положительно. В конечном счете устанавливается равновесие, когда сторонние силы толкают электроны в одну сторону, а накопленные на полюсах заряды тянут их в другую сторону, и разделение зарядов прекращается. Соединим сосуды трубой, и вода потечет по ней, а насос будет прогонять через себя новые порции воды. Конечно, чтобы разность давлений не сильно упала, вода по внешней трубе должна проталкиваться со значительным усилием, а иначе насос не будет успевать восполнять потери. Точно так же, если соединить полюса генератора внешней проводящей цепью, заряды потекут по этой цепи, а генератор будет прогонять через себя новые заряды. И опять, чтобы напряжение между полюсами генератора не сильно упало, внешний участок цепи должен обладать значительным сопротивлением. И теперь мы можем видеть, как разные источники в наших опытах выполняют одну и ту же функцию электрического насоса, который совершает работу по разделению зарядов и прогоняет их по цепи через нагрузку, где заряды отдают свою энергию. А некоторое падение напряжения на клеммах аккумулятора, когда я замыкаю цепь, связано с тем, что часть энергии, сообщенной сторонними силами электроном, эти электроны отдают не во внешней части цепи, а прямо внутри аккумулятора, на его внутреннем сопротивлении, о котором у нас, конечно, есть специальный ролик, и мы рекомендуем вам его посмотреть. Андрей, а как ты понимаешь различия между ЭДС и напряжением? Ну смотри, вот у меня в руках конденсатор. Когда его заряжают до некоторого напряжения, на его обкладках появляются заряды, но эти заряды уже исходно разделены, и их не нужно разделять, в этом смысле там нет никаких сторонних сил, а значит нет и ЭДС. Ну смотри, ведь аккумулятор нам тоже приходится заряжать, чтобы он смог работать. Да, конечно, но в аккумуляторе нет никаких разделенных зарядов. В нем происходит химическая реакция, когда мы включили его в цепь, и за счет этой химической реакции разделяются заряды, которые бегут по цепи, и вот эта химическая реакция, мы и связываем с ней действие сторонних сил, а значит у аккумулятора есть ЭДС. Вместо аккумулятора включим в цепь конденсатор емкостью 3300 микрофарад и зарядим его до напряжения 10 вольт. Нажимаем кнопку, лампа на мгновение вспыхнула и конденсатор разрядился. И еще раз, заряжаем и разряжаем. И в этом месте я хочу задать вам наш традиционный заключительный вопрос. А собственно говоря, откуда мы знаем, что когда цепь замкнута, ЭДС аккумулятора остается той же самой, ведь мы ее сейчас не можем измерить? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok